Привет! С вами Торо, вы на канале Ниссан Рейс, и я думал, что вчера все, последний стрим, и больше предновогодняя суета меня не отпустит, но сегодня закончил немножко пораньше, и отличная возможность попытаться хоть как-то дальше продвинуться в коме, потому что в начале января сейвы слетят, и как бы будет обидно, если я не успею кому допройти до конца. Нигде я остановился, я добыл туалетную бумагу, насколько я помню. Да, все именно так. Я добыл туалетную бумагу, и теперь мне нужно... А, я ее даже больше вам скажу, я ее обменял на деньги. Так, погодите, погодите секунду, мне бы дело чуточку потише сделать, а то я могу кирпичи построить чуточку раньше, чем это планировалось. Во, пожалуй, вот так это дело оставим. Алекс, привет! А вот так вот, а вот так вот. Ну, я сам думал, что будут последние, но как бы нет. Так, чего за страница? Артефакты, но это мы читали. По-моему, я вот здесь где-то рипнулся, да? А, не-не-не, погодите, 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 все, я вспомнил, что нам нужно. Нам нужно пополнить. Так, ладненько, посмотрим, работает ли этот аппарат. Банкнота принята. Так, все, едем. Насколько я помню, да, я поехал, и все. И на этом все закончилось. Там меня эта тварь изловила. В общем, теперь нужно сесть на поезд и доехать до следующей станции. Я уже в пути, Есоль. В прошлый раз я тоже поехал, но не доехал. Чего это за шум? А, все, чего это за шум, я тоже помню. В общем, здесь случился пожар давным-давным-давно. Так, мы находимся на одной из станций, но карты у нас по-прежнему нету. Так, погодите. Карты у нас нету. Красава, привет. Я что-то запутался, где я. Ну, вроде бы я сюда шел, и здесь где-то я умер. Да, все, точно, припоминаю эти места. Все, хорошо. Значит, просто нужно продвигаться дальше. Ничего сложного, абсолютно. Ага, так, славно. Теневые благовония. Это необычные благовония, похожие на обычные палочки благовоний. Хотя материалы, из которых они состоят, остаются загадкой. Их можно купить за гелионы, у здравомыслящих духов или торговцев теневого мира. Глея, эти палочки выпускают ароматический дым, который мгновенно успокаивает любых безумных духов в непосредственной близости. Таким образом, благовония становится особенно незаменимым товаром для тех, кто исследует кому, поскольку этот мир переполнен враждебными сущностями. По-моему, наши спички должны быть сделаны именно из вот этой вот хрени. Потому что они отпугивают как раз-таки злобных духов. А можно мне что-нибудь полезное? Например, деньги, почему бы и нет? Где я в прошлый раз встретил ту тварь? Особо злостную. Ам, батончик. Батончик, батончик. Фоксиа, спасибо. Снова, уже который стрим начинается с радугой от Фоксиа? Спасибо. Это уже становится доброй традицией. Так, вроде бы у нас все есть, вроде бы хорошо. Тут подарочек небольшой для тех, кто... Постоянно спрашивал, а что в коме страшного вообще? Я для вас немножко громкость повысил. Чтобы вы понимали примерно в каких... ...обстоятельствах я здесь нахожусь. Мне бы карту. Так, погодите, мы чего-то нашли. Но в прошлый раз, по-моему, я до этой штуки не дошел, потому что меня зажопили. По всей видимости, этот сотрудник станции пытался помочь людям. Кажется, на его жилете что-то блестит. Ключ карта — помещение подачи воздуха. Ни о чем не говорит, потому что я пока понятия не имею, где находится это помещение. На настенной карте ничего не разобрать, но на этой все довольно разборчиво и понятно. Все, карта станции метро получена. Да, Рори, и тебя тоже с наступающим, и всех зрителей тоже с наступающим. Центр управления. Туда ли мне нужно? По-моему, туда. Все равно больше идти некуда. Так, вот, наверное... Мне чего-то все же не хватает, да? Какого-то ключа. Вот, кстати, комната очистки воздуха. Вот она находится где. Какого-то хрена у нас был от нее ключ. Водяные насосы осушены. Во время пожара станция использовала их. Вот еще бы. Хм, похоже, этой ключ-картой пользовался персонал. Готово поспорить, что смогу получить доступ к некоторым местам, которые обычно закрыты простому прохожему. Ключ-карта сотрудников станции. Отлично. Раньше эти резервуары содержали углекислый газ для чрезвычайных ситуаций. Теперь они пустые. Ну да, пожар же был. И еще одна записка. Вальян, он же лунный ладан. Древний артефакт в виде традиционного клинка, который использовался для проведения шаманских ритуалов корейскими муданами, изгоняющими демонов. Его продолжительное использование в этих ритуалах на протяжении многих веков наделило клинок особенными свойствами. Завершенное оружие может перемещать своего хозяина между неспящим миром и комой. Благословленный святой водой... Кинжал может убить тени других существ теневого мира. Раскрыть истинную силу кинжала можно только вставив в него заряженный светом красной луны рубин. После использования клинок должен быть спрятан в ножны для сохранения уникальных свойств. Хм. Вот значит, лунный ладан чего такое. Допустим. Чего-то постоянно упоминали об этом лунном ладане, то есть должен быть человек, который владеет этим клинком. Ну и раз уж мы получили ту ключ-карту, то теперь мы сможем попасть в центр управления. Но для начала давайте здесь осмотримся, вдруг найдем чего-нибудь довольно полезное. Хотя с большей долей вероятности мы тут по лицу отхватим. А, ну к тому же там записка была и... Ту записку я уже залутал. Все, понятно. А здесь нам больше ловить нечего. Все, спускаемся и идем в центр управления. Вот оно. Оно ведь оно. А в общем-то эта станция застряла во времени. Похоже на пульт управления тревогой станции. Панель управления ни на что не реагирует. Мигающий индикатор указывает на то, что станция... Сигнализирует поездам не останавливаться на этой станции. Панель управления обесточена, но в этой комнате есть электричество. Возможно, стоит пойти к щитовой и проверить предохранители. Ну а что еще проверять, так как не предохранители? Правильно, правильно. А суть в чем? Поезд не может остановиться на той станции, потому что... Потому что вот. Потому что тревога. Пожарная. Зеркало Тхеджо. Еще одно шаманское предание. Шаманские легенды гласят, что зеркало Тхеджо. Это древний артефакт, который использовался для общения в пространстве и времени. В сиянии Красной Луны люди с шаманской кровью могут использовать зеркало для общения с людьми из предыдущей фазы Красной Луны. Говорят, что сквозь зеркало могут пройти даже физические объекты. Лидеры часто полагались на шаманов, чтобы советоваться с оракулами из будущего при помощи зеркала. Знания, полученные из этих диалогов, использовались для удовлетворения простого любопытства или управления успешными революциями. Веками зеркало традиционно передавалось из поколения в поколение через непрерывную линию корейских шаманов. Это изменилось в начале 20 века, когда институт Сэйва узнал о нем и конфисковал. Хм, допустим. Хорошо проводить успешные революции, да, когда ты посоветовался с ребятами из будущего. Так, еще одна спичка, хорошо. Ну и, допустим, снизу есть генераторная. Хорошо. Еще одно объявление. К вниманию всех на станции. Мы узнали, что ученица старшей школы прогуливает здесь уроки. Ее классный руководитель ищет ее. Если вы увидите пакмину, поспособствуйте их воссоединению. Да, прошу, выходи, Мина. Нам нужно обсудить твою успеваемость по-английскому. Эммм, я, пожалуй, пойду в генераторную. Для входа в машинное отделение нужен пароль. Где же вы найти-то? К двери что-то прикреплено. Подсказка. Как только поезд подъезжает, машинист пароль читает. Да ладно, вы серьезно? А мне нужно, значит, на станцию. Изловить там какой-нибудь поезд. И узнать пароль. Ну, типа, другого выхода я просто не вижу. Так, зажигай снова. Она всегда стрёмная, держу в курсе. Она не только сейчас стрёмная. А еще стрёмно то, что я слышу вот эти все звуки в два раза громче, чем их слышите вы. Так что... В момент, когда было объявление, я уже был готов к паре кирпичиков, что ли. Оп, стоп, стоп, стоп. Будя у меня он в полицейском участке, я бы без проблем смогла открыть входную дверь. Вы получили лом. Лом. Полезный инструмент для открытия заблокированных дверей. О, теперь вот такие двери, забитые досками, мы сможем открывать. Хорошо. Уже более-менее полезно. Эй, батончик. Мне бы деньги. Так, еще одна вырванная страница. Ну, Рафик, об этом можно потом пожалеть. Гелионы. Гелионы или адские деньги. Форма валюты в теневом измерении. Практика традиционного сжигания гелионов в качестве жертвоприношения умершим началась в Китае. Эта валюта имеет региональные варианты в коме, и ее можно использовать для торговли потусторонними торговцами с местными сущностями. В Корее эти духи предпочитают традиционные монеты, имеющие сходство с деньгами эпохи Часон. Настоящие гелионы трудно найти в неспящем мире. В большинстве случаев эти монеты ритуально благословляются шаманами на заключительной стадии чеканки. Подобные бумажные валюты существуют и за пределами Кореи. Но это те деньги, которые... Господи, какое-то зеркало странное, или не зеркало, которые ЕС Олька дала Мине, чтобы она получила лекарства. Но счет как-то не особо удачно. А, вон, билетный автомат. Ну, короче, мы, да, мы вполне себе там, где нужно. Мы снова подходим сюда. Нам сюда и нужно добраться. А сейчас нам нужно узнать пароль у поезда, да? Как бы странно это ни звучало. 1995-10-21. Возможно, это как раз нужный мне пароль. Да невозможно, скорее всего. Так, славно. Теперь нам нужно только вернуться в центр управления. Все звучит довольно просто. Да и сам... Он должен быть где-то рядышком. Засейвимся, пожалуй. Ну, Рафик, аналогично. Так, все, нам добежаться, добежаться, добежаться. Добежать, бежать, 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 бежать. Добежали. К слову, вот мы и добрались. Все, пароль у нас есть. Так, славно. Отключайся. Похоже на пульт управления тревогой станции. Эм, так. Понятно. А, я ж не отсюда пароль-то искал. Господи, от генераторной. Мне ж не сюда вообще нужно было. Мне в дверь. Вот в эту нужно было попасть. Точно, точно, точно. Мне вот сюда нужно. Ну, давай, открывайся быстрей. Так, хорошо. Что по предохранителям? Переключатели на щитке никак не помечены. Ой, как мне это знакомо. И какие из них следует переключать, чтобы выключить сигнал тревоги? Методом тыка. Так, начнем с верхнего ряда. Центральный. Так, хорошо. Теперь центральный ряд. Центральный. Отлично. И нижний ряд центральный. Должно сработать. Эм, ничего. Да, должен быть более простой способ с этим разобраться. Да, давайте поищем подсказки. Сегодня в комнате управления перегорел предохранитель. Раньше я работал электриком, так что восстановить электроэнергию было легче легкого. За это начальник станции наградил меня новостью о переводе. Да как так-то? Он попросил меня написать инструкцию, если вдруг предохранители снова полетят. Я подготовил инструкцию и оставил ее в комнате отдыха. Ага. Но поскольку он такой требовательный, сомневаюсь, что он оценит головоломку, которую я ему оставил. Ах ты сок. В комнате отдыха, значит, да? Работник техобслуживания станции, то еще дерьмовое занятие. Они продолжают таскать меня со станции на станцию. Работа на станции Сан Сын стала приятным разнообразием. Она рядом с домом, так что я экономлю на транспорте. Может я смогу найти способ проявить себя незаменимым работником? Тогда им придется оставить меня в штате. Так ведь? Эх, не факт. Ой, не факт. О, кстати, верстак. На верстаке лежат различные руководства по проектированию и технике безопасности. А раз это верстак, значит, это будет подготовка к концу этой главы. Раз это подготовка к концу этой главы, значит, нам по-любому нужно скрафтить то, что здесь. Иначе мое хп уменьшится еще на единицу. Я это запомнил. Да я понимаю, что можно случайно. При наличии надлежащих ресурсов вы сможете избежать катастрофы. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Я уже поняла, что в этом месте может случиться что угодно. Да, когда я ловушку, о, эту, капкан не изготовил. Ладно, кто-нибудь нас определенно должен будет научить этому. Кровь древних. Шаманские предания. Устные предания гласят, что скрытые силы шаманской крови пробудились на заре человечества на... В определенных личностях. Они были наделены способностью взгляда за грань. Шаманы использовали свои силы, чтобы путешествовать за пределы известного неспящего мира. Они вернулись из этих опасных экспедиций в неизвестность и принесли знания своим собратьям. Люди боялись и уважались шаманов за их тайное искусство. Шаманы совершенствовали свои знания в течение многих тысячелетий. Передавая традиции и ритуалы от поколения к поколению. Сегодня их потомки ведут бесконечную войну против враждебных существ из теневых измерений. Мико в Японии, Бабахизаны в Северном Порнео, Муданы в Корее. Их наследие охватывает весь зимой шар. И они все связаны в этом крестовом походе света. Понятненько. В Японии они тоже есть, мне удивительно. Я как бы понимаю, что можно взять и сделать, допустим, левый, центральный, правый. Ничего. Ну, сейчас ради интереса еще пару тыков сделаю. Типа, левый, центральный, левый. Короче, проще сходить. В России, само собой, есть. Нам нужно в комнату отдыха. А, так, ну, чё я парюсь? Комната отдыха, это соседнее помещение. Чё мучиться-то? Но он оставил эту инструкцию с головоломкой. На стене размещена какая-то схема. Похоже, в этих изображениях прослеживается логика. Ну, понятно, что переключатели будут одного из этих трех цветов. Значит. Либо вот такая диагональ, либо... Ну, логика-то определенно есть, наверное, в этом. Надеюсь, эта штука у меня осталась. Чтобы я мог видеть. Да, осталась. Ну, все, теперь мы точно откроем. Сейчас мы просто поймем... Какого цвета, значит, предохранители. Так, начнем с верхнего ряда. Правый. Так, центральный ряд, центральный переключатель. Отлично. Ну и нижний ряд, левый переключатель. Ничего, ладно, значит, не красные. А раз не красные, будем... Ну, посмотрим на желтые. Тогда левый. Правый. Ну и центральный. Да ладно, последний, то есть нам остались синие цветочки? Ну да. Центральный. Левый. Правый. Вы слышите звук включения пульта управления. Я даже с инструкции из последней попытки попал. Если бы я просто наугад тыкал... Эм... Нет. Помогло. Помогло, да помогло. Это крайне любопытно и полезно. А меня сейчас по пути не зажопят ли? Будем надеяться, что нет. Так, засыпемся. На всякий случай. Так, все. Тушим сирену и идем на поезд. Сигнал тревоги отключен. Может, стоит нажать на кнопку обслуживается? Сработало. Теперь остается... Ай, только дождаться следующего поезда. Все, хорошо. Просто ждем следующего поезда. Где мы его ждать будем? Вниз, вниз, вниз. Вверх и к билетному автомату. Проще некуда. Так, только мина гаси свет, пожалуйста. Иначе нас зажопят. О, кстати. Коротко об этом. Мы же ломик нашли. А значит, мы можем попасть вот в эти помещения, которые раньше были закрыты. Так ведь? И здесь есть кротовая нора. Но куда? Так. Кровавые ритуалы. Хасан, спасибо. И тебя тоже с наступающим. Кровавые ритуалы. Это эзотерическое теневое искусство. Которое чаще всего используется... Используют могущественные тени. Чтобы переселиться в тело смертного. Это позволяет теням пересечь границу. Которая разделяет неспящий мир и кому. Хотя, результат очень желанный. Ритуал требует выполнения нескольких условий. Что довольно сильно затрудняет его проведение. Первое требование заключается в том, что ритуал должен проводиться только в ночь красной луны. Когда граница между мирами очень тонкая. Во-вторых, тень должна обладать артефактом, связанным с ее созданием. Ну, погодите. Красная луна есть? Есть. Флейта у этой тени есть? Есть. В-третьих. Последнее, видимо, условие. У тени должен быть сосуд, в который она переместится. То есть тело смертного человека. Тоже есть. Вот мина. Наконец, тень должна обладать настоящим артефактом, который привел человека в кому. То есть амулет. Тоже есть у мины. После проведения ритуала, тень полностью завладеет телом человека в неспящем мире. То есть, если тень поймает мину, то она прорвется в наш мир. Допустим. Ну, погодите. И куда я прыгнул-то? А-а-а. Ну, понятно. Это рынок. Это кроличья на рынок. Открыли небольшой шорткат. Хорошо. Так, все. Миногаси. Пойдем пробираться дальше к... ...больнице. Ну, все. Мы как бы и добрались. Теперь нам нужно просто-просто сесть на поезд. Все. Ничего же нам помешать не должно. Правильно? Алло. Тебе стоит дважды подумать, прежде чем садиться в вагон метро Мина. Снова ты. Твои угрозы не сработают. Тоха, привет. И тебя тоже с наступающим. Я не угрож... Стоять. Это ты причастен к задержке поездов? Тебе лучше не вмешиваться. Не садись на поезды и держись подальше от больницы. Чего? Ты попадешь прямо к ним в руки. Доверься мне. Дай мне хоть одну вескую причину, почему я должна тебе доверять. А как насчет твоего настоящего имени? Так я и думала. В больнице меня ждут люди, которые действительно помогут. Мы закончили. Ну, я солька ведь не станет врать. Кругом духе. Так просто оставайся спокойно и веди себя естественно. А это прямо очень просто, да? Куда они едут? И что это за запах? Помогите! На помощь! Дым, пожар, но как? Да, это видимо тот поезд, который сгорел в пожаре на этой станции метро. Снова она. Кажется, виновника мы нашли. Она все время следует за мной. Не могу дышать. Но ведь я соль посоветовала мне ехать сюда и... Да хватит толкаться! Именно я соль посоветовала ехать на метро. Ничего не вижу. Где этот аварийный выключатель? Покажись, дрянь! Она меня не заметила? Это мой шанс! Больница Сейва. Больница Сейва. Все, мы добрались. И почему тот парень говорил, что не надо ехать на метро? Наконец-то я здесь. Этот подземный коридор соединяет станцию Сейва и саму больницу. Я соль и другие уже должно быть здесь. Ну да, скорее всего. И, конечно же, у нас нету карты, да, этого места. Ну да, было бы слишком просто. Будя, она здесь. Твою мать! Так, погодите. Сверху рука, да? Да. Не, паролей отсюда нету. Звонок от Есоль. Готова поспорить, ее беспокоит моя задержка. Привет, Есоль. Как дела? Где ты? У нас мало времени. Я только добралась. Это... В общем, это длинная история. Придержи ее на потом. Я буду ждать возле справоч... Эм, все в порядке. Проклятие. Не здесь. Есоль? Оборвалось. Надеюсь, не все хорошо. Так, Мина, давай мы пока будем надеяться, что с нами будет все хорошо. До больницы-то мы добрались, но что-то от этого не особо легче. В больнице должно быть особо много духов и прочего, прочего, прочего. Это все-таки больница. Куда мы вообще можем? Нам нужно к справочной, правильно? Правильно. Мой обряд посвящения. Мой обряд посвящения. Записка от Минсу. Кто такой или такая Минсу, вообще без понятия. После окончания моего служения в качестве диакона, пришло время для обряда рукоположения. Я хорошо помню этот день, но не из-за самого события, которое было просто следующим этапом моего вхождения в католическое священство. Церковь призвала к рукоположению меня и двух моих братьев. Мы стали перед алтарем. Верующие пели «Летание всем святым». После этого, я наблюдал, как каждый брат по очереди становился на колени перед епископом, чтобы получить его благословение. Когда подошла моя очередь, я тоже опустился перед ним на колени и закрыл глаза. Он положил руку мне на голову. Кто такой Минсу? Об этом парне нету пока. Ничего абсолютно. Мне бы карту найти или мне бы найти... Да хоть что-нибудь мне бы найти. Так, вот это же справочная, да? На справочном столе лежит карта. Хорошо. Карта больницы получена. А я соль хотела, чтобы мы здесь. Так, здесь явные призраки... Признаки. Борьбы. Я соль ждала меня здесь? Кто-то звонит мне. Да график, это еще на прошлом стриме. И причина есть тому, что у меня... Стоп, у меня аж четыре оставалось. Твою мать. Я не скрафтил ничего на станции, и у меня еще меньше хп стало. Так а что там скрафтить можно было? Там я... О, я ж там ничего не находил. Вообще никто... Ни рецептов, ни... Ой, все. Отец Минсу. Впервые звонят с этого номера. Имею ли я удовольствие говорить с Пакминой? А, это тот парень, который был с той... С Янами. Которые нашли меня. Возможно. Я так понимаю, вы... Отец Минсу? Можешь звать меня просто Минсу, если мой чин тебя не устраивает. А я коллега Ясоль. Она сказала, что ты придешь сюда. Ам, вы тоже знакомы с Ясоль? Вы охотник на духов? Совершенно точно. Должно быть, она действительно доверяет тебе, раз раскрыла такую информацию. Кстати, Ясоль. Я немного волнуюсь за нее. Возможно, возможно, что и на рынке. Не исключено. Думаю, она в опасности. Не теряй веры. Безопасности... Безопасности Ясоль в руках. Господа, ну тогда можно смело идти спать. Тебе следует сохранять бдительность. С твоим приездом больница Сейва наполнилась безумными духами. А где вы? Я туда доберусь. А сначала мне придется разобраться с некоторыми другими вопросами. Хотя у меня есть одно дело, с которым ты можешь помочь. До того, как больницу заполнили... Заполонили злые духи, я оставил бутылку со святой водой в часовне. Часовня находится в зале для прощаний. Если ты сможешь найти туда путь, я хочу, чтобы ты позаботилась о ее сохранности. В будущем она нам пригодится. Святая вода? Вы пытаетесь совершить изгнание или что? Ну, в некотором смысле, да. Ищи обведенную кровью дверь. И увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей. Так, давай без вот этого. Зал для прощаний. Это где? А, часовня. То есть это блок С. Понимаю. Блок С, да? Ну, типа, если я просто пойду... То я туда и попаду. Как бы. Я сейчас в блоке Б, судя по всему. Твою мать! Все, приехали. У меня нету. У меня же нету, да? Ничего. А, нет, есть. Славно. Хорошо. А, если я пойду вот так по первому этажу, то я смогу добраться куда нужно, если я правильно истолковал эту карту. Так, это все хорошо. На это не стоит обращать внимание. Не стоит волноваться. Все в порядке. Так, здесь денежки. Кофу удивляют вообще падающие трупики. Хотя, возможно, сейчас мы идем... Это норма, это норма. Вон, да, там есть что-то на двери, значит, нам туда. Не зря я сюда добрался. Хики, привет. И тебя тоже с наступающим. Дверь отделения экстренной помощи открыта. Ну, тогда нам как бы сюда. И, наверное, отсюда мы сможем попасть... Ну, в часовню, что ли. Ну, как бы, по логике. Вот антидот, кстати, мне пригодится. Так, мешать людям не будем, пожалуй. Здесь кто-то есть. А может, я смогу проскользнуть? Тан-та-тан-та-тан-та. Просто не обращать внимания. Я просто здесь иду, да? Канда, привет. Дверь в часовню закрыта. А почему? Ну да, вот он, проход туда. Может, придется с ним все же поговорить. Да. Здравствуйте. Наконец-то. Я весь вечер жду. И где ты была? Не могли бы вы мне помочь открыть дверь в часовню, сэр? Забудь об этом. Сейчас мне нужна твоя помощь. Да, но... Никаких «но». Ты должна была принести снимки. Мне нужно сопоставить их с нашей несчастной жертвой. А теперь будь так добра. Принеси мне рентгеновские снимки с поликлиники. Тогда и поговорим об этой двери. Ты адекватный вообще человек. Рентген-кабинет. Видимо, мне нужно туда. Не, ну ты... Ай, все. Стефана, привет. У меня есть подозрение, как туда добраться. Мне сейчас нужна лестница. Наверх. Вот это. И... Да. Вот таким вот образом мы сможем попасть в рентген-кабинет. Надеюсь. Если, конечно же, к нам в гости не придет миленькая Тян. Это мы находимся где? Где-то там, во врачебном кабинете. Да-да, привет, кто только подходит. Роковой визит. Вечером я посетил отдаленный дом этой семьи и обнаружил, что девушку заперли в собственной комнате. Хм. Отец сказал мне, что они недавно переехали в этот дом. Сначала думали, что у дочери психическое расстройство в результате болезни, которую она подхватила после переезда. Но через несколько дней симптомы ухудшились. Мужчина сказал, что какая-то сущность поработила личность девочки и заняла ее место. Я попросил увидеть ее, и он без слов привел меня к двери комнаты. Перед входом он предупредил меня. Оно опасно. Оно знает. Всякое. Будьте осторожны. Немножко о работе отца. Не, так добраться это, конечно, одно. Но вот живым это уже совсем-совсем другое. Ну-ка, да и как тебе, Кудвейн? Алекс, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Продолжение радуги. Еще немножко Феликса на вашем экране. Еще раз спасибо, Алекс. Типа много Феликсов не бывает, правильно? Но пока я иду, вроде бы, туда, куда нужно. Так ведь? Так, ясно, где-то ключ-карта. Нет, Кудвейн годная. Да, с этим не поспоришь. Так, погодите. А здесь же тоже, наверное, будет какой-нибудь верстак. Я в этом уверен. Фук! Беги, женщина! Да беги, ты! Ну, нифига, тут кью-то ешка была перед... Ну, что, вроде как она ушла. Я не знаю. Че-то с кью-то ешкой это и замудрили, которая первая была. Вторая, еще более-менее адекватная. С какой стороны? Опять кью-то е. Твою мать, и как мне выбраться-то теперь? Аммм. А мне нужно еще в первый врачебный кабинет попасть, чтобы от него добраться до рентген кабинета. Так, Мина, давай пробовать. Я знаю, что у нас ХП и так немного осталось. Ну, кто не рискует, тот да. Мимо нее пробежать не работает, потому что ты сразу получаешь по лицу. Сук. Второй врачебный кабинет закрыт. Да, где-то сидит тут. Так, ну я в прошлый раз куда-то вот сюда прошел, и здесь она была уже. Но рентген кабинет, вот он прямо за... Прямо здесь вот. Так, если что, здесь есть лестница. Так, вот этот кабинет, все, вот он. Да, у нее и ожоги появились, и... Вон, раны у нее на ногах появились еще после той хреновины, когда она падала с моста. Да, на ней получаются новые ранки, появляются после косяков, если ты не крафтишь. Так, я что-то нашла. Рентгеновские снимки. Медицинские диагностические снимки, созданные при помощи электромагнитного излучения. Так, славно. Внутренняя гематома. Кровоподтеки и внутричерепные кровоизлияния. Вы видите, как хорошо доктор нарисовал рисуночек, как молоточком по черепушке тюк? Шедеврально, я считаю. Просто шедеврально. Плечевая кость. Плечо. Господи. Ушиб легкого. Легкие наполнены жидкостью из лопнувших сосудов. Да, прорисовка, особенно лицо. Особенно вот знаки, куда пинали. Господи, что это? Да, 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 Алекс опять. Большоберцовый перелом. Перелом ноги. Каким, типа, тяжелым молотком, прям с ускорением по ноге. Ладно, Мина, забей. Не надо нам такое читать. Так, если что, сюда можно... Не, тут уже она не с ножиком. Тут она, по-моему, стентаклей. Либо стентаклей. Это была первая ее... Бля. Что нам нужно теперь? Не шуметь. Не шуметь и... Перебежечками, чтобы восстанавливать... Чтобы восстанавливать стамину. Небольшими перебежечками добираться дальше. Немножко пробежали. На тригене или стамину. Побежали дальше. Твою мать. Еще и сверху что-то падает, как обычно. Так, все. Нам нужно теперь вниз. А где наши вниз? Кстати. Что касается ту... Ого! Не зря зашел. Ну-ка, что у нас в туалете приклеили? Обученные профессионалы. Снова об отце Минсо. Епископ... Епископ, казалось, не был потрясен моей историей. Он кивнул в молчаливом понимании и сказал, что случай Джоаны выходит за рамки традиционного экзорцизма. Изгнание Умбры потребует помощи обученных специалистов. Казалось, он знал этого демона. Когда я спросил об этом, он рассказал мне о духах, не связанных с падшими ангелами. Это были порочные существа истиневого мира. Нашего собственного греховного творения. Он дал мне старые четки и сказал, это будет твоим артефактом. Ты должен использовать их, чтобы отправиться в царство теней и освободить девушку из рук Умбры. К счастью, я не был одинок. Вскоре прибыли наши союзники. Орден Охотников на Духов. А все, ранний доступ уже закончился. Просто игра выходила, по-моему, с ноября, там по несколько глав. А вот. Блядь! Ну, а теперь все вышло, все хорошо. Ой-ой-ой. Ну, тут было бесполезно что-то делать. Ранний доступ уже в начале января, в общем, выходит, типа, в релиз. Ну, у этой, возможно, еще нож. Так, короче, мне нужно до туалетика снова пробежаться. И просто надеяться на то, что ее там не будет. Надежда ведь умирает последней, правильно? А затем найти лестницу и по ней спуститься к тому хирургу, которому срочно нужны были снимки. Так, вот здесь я находил записку. Ну, рекут это просто первая часть, по сути. Так, заперто. И тут заперто. И тут заперто. Ну, в общем, вот, мне нужно сюда вниз. И теперь по тапкам, по тапкам, по тапкам. Почему по тапкам? Потому что стамины хватит. Все. Друг, я принес. Когда я опишу симптомы, повесь соответствующие рентгеновские снимки. Ты ведь справишься? Да, конечно. Приступим. Похоже, была получена затылочная травма, вызвавшая внутричерепную гематому. Можно смело предположить, что бедолага бился головой над чем-то важным. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хорошо. Так, идем дальше. Я вижу сломанную плечевую кость. И множественные рваные раны вокруг. Полагаю, в ближайшее время этот парень не сможет держать себя в руках. Хо-хо. Этот? Так, посмотрим. Совсем плохо. Наблюдаю правосторонний ушиб легкого. Подкожную эмфизему. Да уж, правильно говорят, что он держать все в себе вредно. Ох, какие милые хирурги. Так, правый, если он стоял так. Второй. Ладно. И, наконец-то, здесь двух... Мы еще... Че? Перелом большеберцовой кости. Досадно на самом деле. Готов поспорить, что он падал с ног, дабы преуспеть на работе. Ну, это однозначно второй. Вот. Хорошо, вот и все. Теперь посмотрим, что там у нас. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия, по сути. С таким-то хирургом. Эм... Что-то здесь не так. Снимки не соответствуют моей оценке. Эм... Давай снова. И постарайся как следует. Ах ты, животное. А! Ну, здесь, наверное, четвертый снимок. Плечевая кость. Ну, это, конечно, третий снимок. Ну, ушиб легкого, блин. Ну, это второй снимок. Ну, и здесь, скорее всего, тоже второй снимок. Он опять умер. Что-то здесь не... Так, господа хирурги. Гематома. Не знаю. У меня только вот вопросы по первой. У меня вопросы только по первому снимку. А может, последний надо, кстати, первый. Так, господа хирурги. Давайте здесь первый выберем. Плечевая тут вообще без вариантов. Здесь третий. Здесь, мне кажется, тоже второй раз там было. Не, ну здесь все же второй. Да он опять умер. Первый это четыре. А я выбирал первые четыре. Плечевая кость. Это однозначно третий. Вот здесь могут быть правосторонние ушиб легкого. Может, здесь, слушайте, третий. Но здесь, мне кажется, второй. Я понял. Я пойду смотреть снимки. Я пойду смотреть рисунки. Так, еще раз засейвимся. Нет, я не помню те рисунки. Вот в этом и дело. А вот сейчас мы и пойдем обратно смотреть рисунки. Так, само собой, это подсказка. Потому что там было в мельчайших деталях указано, как наносилась травма. А, а как были нанесены эти вещи? Так, погоди. Погоди, Фокс. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я сам изучу эти рисуночки. Если не умру по пути. Вот. Значит, хорошо. Смотрим. Первое. Хорошо. Это вот где такая часть на снимке. Плечевая кость. Хорошо. Плечо. Это тоже мы правильно выбираем. Ушиб легкого. Ну да, где одна сторона заполнена. Угу, угу. А вот здесь я неправильно выбирал. Не там было сломано, где я выбирал лоб. Все, понятно. Не, в инвентаре они не сохранились. Они там так и висят. Так, ну, я уже, в принципе, запомнил, как оно там идет. Так, сейчас у нас не должно быть никаких проблем, абсолютно. Я даже чат сейчас не буду читать. Сейчас мы попробуем так на вскидку набросать. Я просто понял, где я ошибался. Ну, здесь понятно, что здесь четыре. Плечо, плечо, плечо. Здесь, по-моему, два, что ли. Потому что я не там смотрел. Легкий, само собой, тоже два. Ну и здесь будет один, так? Не пикает, слушайте. Давай снова? Да вы издеваетесь. Четыре. А если здесь три? Отличная работа! Похожие результаты рентгеновских снимков совпадают с моей первоначальной оценкой. Фу, Анвара, привет. О, совсем забыл, ты ведь направляешься в часовню, верно? Кажется, мы здесь закончили, можешь идти. Так ты дверь открой, мудак. Ну, это, могу я использовать вашу ключ-карту, чтобы открыть дверь? Чего? Дверь не заперта? Просто хорошенько толкни её. Слышь? Обычно о таких вещах говорят немножечко заранее. Да, Рафик, сестрёнка, нейтбот тебя запинала. О, всё, я, пожалуй, назад. Хорошо, мы сейчас доберёмся до часовни. Но сделаем мы это уже после небольшого перерыва, буквально в 5 минут, после которого мы продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...